В эфире программа подробностей. Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам в эти минуты. Гость сегодняшней студии, первый заместитель председателя правительства региона Шаукат Ахметов. Здравствуйте. И первый вопрос, наверное, станет наиболее больной для каждого жителя города. Это состояние городских дорог. Вместе со снегом видим, как буквально сходит асфальтовое покрытие. Скажите, что правительство области делает для того, чтобы ситуация улучшилась? Согласен с вашим выводом, только я бы не хотел говорить, что со снегом сходит асфальт. Действительно, климатические условия, особенно текущего года, привели к печальным последствиям по покрытиям наших дорог. Старые все покрытия, которые уже существуют не один десяток лет, не выдержали постоянного перехода через норь, замораживания, таяния и большая ямочность. Поэтому на одном из созданий правительства наш губернатор Олег Иванович Коварев распорядился приступить к выполнению работ по приведению в соответствии с требованиями нормативов покрытия дорог, городских дорог, с учетом новых требований, новых технологий. Такие технологии есть. Мы опробовали и на региональных, и на федеральных дорогах с применением литых асфальтобетонных смесей, которые имеют специальный состав, могут укладываться при температуре до минус 10 градусов. Единственное требование – сама яма должна быть подготовлена, отфрезерована, вычищена от грязи, должна иметь относительно сухую поверхность, на которой укладывается горячая смесь при температуре 180 градусов. Это плотная асфальтобетонная смесь, она спокойно выдерживает необходимые нагрузки уже через 8 часов после укладки, не требует специальной трамбовки, а простым инструментом приводится поверхность в ровное состояние. Особой хитрости нет, там вся тонкость в специальной машине рециклер и в специально подобранной смеси. По такой технологии выполняются работы сейчас в городе Рязани на региональных дорогах. Кроме этого, мы ждем, что в ближайшее время наступят положительные температуры, и уже будем использовать традиционную горячая асфальтобетонную смесь. Городская администрация сейчас проводит конкурсную процедуру, подбирает подрядчиков. Около 12 тысяч квадратных метров будет проторговано, то есть несколько звеньев, мы рассчитываем, свыше 10 звеньев одновременно должны выйти на дороги и приступить к массовому ремонту городских дорог. Кроме этого, в ближайшее время у Олега Ивановича мы рассмотрим программу капитального ремонта и ремонта городских дорог. На этой цели в законном областном бюджете предусматривается выделение городу в Рязани из областного бюджета субсидий свыше 300 миллионов, то есть сумма не снижается. Невзирая на трудности в пополнении областного бюджета, принято решение темпы ремонта городских дорог не снижать. Также дано поручение администрации города выделить необходимые денежные средства на продолжение программы ремонта внутри дворовых территорий. Эта программа тоже будет продолжаться. Среди таких знаковых объектов это ремонт будет улица Черновицкая, приведена в порядок от перечень с улицы Островского до улицы Гоголя. Естественно, Московское шоссе будет приводить в порядок. Северная окружная дорога, при этом на всем протяжении северная окружная дорога должна приобрести разделительное барьерное ограждение. Или тросовое, или традиционное. Как там проектная организация нам даст соответствующие рекомендации. Ряд других. Городских дорог будет ремонтироваться, конечно, в первую очередь там, где ходит общественный транспорт. Где автобус, троллейбус, наши маршрутки ходят. Постепенно программа будет развиваться, она будет затрагивать и второстепенные дороги, где уже наши граждане ездят на своих машинах. Потребность денег и средств очень большая. Пока возможности бюджета городского, возможности области не позволяют в полной мере направить денежные средства на реализацию всех программ. Мы знаем все болевые точки. Мы с удовлетворением воспринимаем обращения наших граждан, когда они жалуются на низкое качество дорог. Мы их мнение обязательно учитываем при формировании программы ремонта городских дорог. А вот куда могут обратиться телезрители, если есть такая насущная проблема? Если, уважаемые граждане, замечают факт недобросовестного отношения наших подрядчиков к выполнению ремонтных работ по ямочным ремонту, то есть, не дай бог, они увидят где-то неподготовленную яму, в лужу укладывают асфальтобетон, конечно, надо звонить сразу же в Минтранс Рязанской области 28-09-62, приемные, их соединят с соответствующими службами. Я думаю, сотрудники Минтранса мгновенно отреагируют, выйдут на место, и в случае выявления таких фактов будут принять все самые жесткие меры по отношению к подрядчикам и к соответствующим службам администрации города Рязани. Вот вчера состоялся круглый стол по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Скажите, стоит ли ждать горожанам существенных изменений в системе ЖКХ Рязанской области? Ну, мы все, и я, житель города Рязани, все время надеюсь о том, что качество услуг, оказываемых организациями в сфере ЖКХ, они будут год от года улучшаться. Хотя, я должен сказать, что есть определенные тенденции. Во-первых, по теплоснабжению у нас в течение последних двух лет уже нет глобальных отключений по теплу. Мы вовремя стараемся дать тепло, даже с небольшим опережением срок, для того, чтобы постепенно город вошел в нормальную систему теплоснабжения, для того, чтобы все системы были отрегулированы. Во-вторых, по системе водоснабжения количество аварийных отключений по водоснабжению у нас уменьшилось. Пусть на небольшие проценты, но есть тенденция уменьшения. То есть, ведется плановая работа по замене ветхих водопроводов. Одновременно ведется работа и по восстановлению канализационных систем. Большие деньги в текущем году будут вложены в новое строительство канализационного насоса станции номер 3 около торгового дома Барс, который позволит нам безаварийно обеспечивать отвод канализационных вод в сторону наших городских очистных сооружений. Большое внимание уделялось и будет уделяться качеству самой воды. Внедряются энергоэффективные механизмы, электродвигатели для того, чтобы снизить себестоимость воды. Поэтому у нас, да, рост тарифов на услуги ЖКХ есть, но они меньше, чем инфляционные процессы. Стараемся сдерживать и искать механизмы по снижению затрат в системе водоснабжения и водоотведения для того, чтобы наша тарифная политика больно не ударяла по карману потребителей услуг ЖКХ. Надеемся, что предпринятыми мерами нам удастся стабильно подавать воду гражданам, мы должны нам, соответственно, канализационные стоки отводить. И при этом качество воды год от года, мы очень надеемся, будет лучше и лучше. Шукат Глухатович, вот на этом совещании Вы подчеркнули, что необходимо продолжать практику привлечения граждан к осуществлению контроля за проведением капитального ремонта в их домах. Вот обозначьте, что это такое подробнее. Вообще, действующим законодательством ответственность за своевременность проведения капитального ремонта, качество выполняемых работ, лежит на сотрудник фонда капитального ремонта. Но их всего 33 человека, а у нас 7,5 тысяч домов. В программе, естественно, это нереально. Без помощи общественности. Первое. Правильно одефектовать состояние дома, которое подвергается или которое попало в программу капитального ремонта. Поэтому, когда сотрудники фонда выезжают на дом, совместно с управляющими компаниями проводят дефектовку дома, то эта дефектная ведомость все время дается на согласие с собственниками жилья. Собственники жилья, мы к ним обратились с просьбой, чтобы они выбрали из числа собственников уполномоченного человека, который бы постоянно занимался с фондом и дефектовкой, и проверкой смены документации, и, самое главное, контроль качества выполняемых работ. И вот мы вчера на крупном столе с общественниками нашими и вели речь, чтобы не только общественные инспекторы в сфере ЖКХ, но и представители собственников домов активно участвовали в контроле за капитальным ремонтом. Мы в соответствии с действующим законодательством, уведомление о том, что тот дом или иной дом будет подвергнут в текущем году капитального ремонта, направляем собственникам. Собственниками должны рассмотреть предложение фонда и дать свое добро. Как только они дают добро о том, что да, мы согласны, чтобы наш дом был кровли, или фасад, или инженерная коммуникация были отремонтированы, совместно опять с собственниками жилья составляется дефектная ведомость, составляется проектно-сметная документация, проводится конкурс на отбор, выбирается подрядчик, стараемся добросовестно подрядчик выбрать, и уже контроль за работой подрядчика, и фонд капитального работы, и жилищная инспекция наша, и управляющая компания, и представители собственников жилья, вот четырехступенчатый контроль за качественным и количеством выполненных работ. Конечно, нам, чем больше внимания собственники домов будут уделять качеству выполняемых работ на своих домах, тем проще будет и им в дальнейшем эксплуатировать и жить в благоустроенном доме, и нам будет спокойнее за то, что их же деньги собственников направлены целевым образом на их дома. Еще раз говорю о том, что все взносы, которые граждане платят в фонд капитального ремонта, они идут только на капитальный ремонт. Сотрудники фонда капитального ремонта, они финансируются за счет областного бюджета. В этом году продолжается программа капитального ремонта. Подскажите, какое количество домов еще будет отремонтировано? Мы, опять-таки, на круглом столе еще раз подводили итоги. Около 400 домов в прошлом году было отремонтировано, в этом году уже 638 домов. В том числе свыше 300 фасадов домов, 160 кровель будет отремонтировано. В 58 домах будут установлены новые лифты. Ну и по ряду домов будут отремонтированы отмостки, подвалы и инженерные коммуникации. Шукат Бухадович, мы говорим о вас за беседу. Спасибо. Я напоминаю, что гостем сегодняшней студии стал первый заместитель председателя правительства региона Шукат Ахметов. Спасибо вам за внимание. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин